Итак, сегодня мы будем играть в игру, которая называется «Нечто». Начали. Так, в начале игры здесь показывают нам небольшой видеоролик. Такое впечатление, что сейчас что-то будет. Ёлки-палки. Ну и страшилище. Да, конечно, сразу понятно, что драться с таким страшилищем абсолютно бесполезно. Вот очень интересно, кто же это смеялся. Так, небольшая заставочка. Да. Ну что ж, я должен попросить прощения, но игру не перевели на русский язык, но я думаю, что и без перевода, в принципе, может быть все понятно. Так, вот, собственно, начинается игра. Тут на первых четырех уровнях у нас будут выскакивать подсказки, вроде вот таких, но читать их совершенно не обязательно, потому что без подсказок все довольно ясно. Вот перед нами дверь, мы сейчас открываем и входим в комнату. И тут нас ждет следующий ролик, смотрим. Так, про доверие бойцов отряда мы, наверное, читать не будем. Тут, в принципе, говорится о том, что у нас с вами рядом с каждым игроком есть шкала доверия, которая показывает, насколько он нам доверяет. В данном случае у всех игроков в той или иной степени она все-таки находится в зеленой зоне. Это означает, что они нам полностью доверяют и будут выполнять наши приказы. Вот, если она станет оранжевой, то это будет значить, что он нам не доверяет и не будет делать то, что мы ему говорим, но он не будет еще нас считать врагом и на нас не нападет. Но если шкала доверия будет красная, то он будет считать, что мы его враг и, конечно же, к чертикам нас расстреляют. Это совершенно понятно. Так, хорошо, смотрим дальше, что тут. А, распределительные коробки. Значит, есть два вида коробок. Первый вид называется базовый. Это те, которые мы можем чинить сами. Так, вот здесь очень опасный компьютер. Лучше я его сейчас сразу взорву. Вот. Итак, сразу подсказочка про медика. Но не обязательно ее читать. Так, мы с вами забрали отсюда оружие. Так, больше здесь ничего нет. Пойдемте дальше. Так, мы с вами идем дальше. И там нас будет ждать маленький сюрприз. Нет, не этот сюрприз. А другой. Вот этот. Эта дверь закрыта. И нам придется найти ключик. Правильно. Так. Как правило, он должен быть здесь где-то поблизости. Поэтому смотрим. Идем с вами по этим синеньким огонькам. Кстати, для справки. Эти синенькие огоньки действительно используются исследователями в Антарктике для того, чтобы ориентироваться на местности во время сильной снежной бури. Когда видимость почти нулевая. Так. Заходим в пещерку. Так. Нашли огнетушитель. Так. Больше здесь ничего нет. Ладно. Так, 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 так. Так. Во. Пойдемте посмотрим, что здесь может быть. Так. Запись. Надо послушать. Кстати, вот эта отвратительная штуковина. Мы ее позже увидим, когда все-таки войдем. В то помещение с запертой дверью. Она там будет. Это такая гадость отвратительная прям. Ну ладно. Так. Идемте. Посмотрим дальше, что еще есть. Так. В следующую пещерку заходим. И что здесь? Так. А здесь следующий ролик. Смотрим. Так. Что-то мне вся эта ерунда не нравится. Забираю я ключик и валю отсюда. Что-то оно какое-то страшное все. Так. Хорошо. Идемте посмотрим дальше. Нужно вернуться к домику, открыть эту дверь. Открываем дверь. Ага. Вот второй тип распределительных коробок, которые мы чинить сами не умеем. Поэтому для этого нам нужен инженер. Вот мы выбираем в меню отряда вот этого человека. Это наш инженер. Нажимаем кнопочку идти к. Вот. И выбираем здесь коробку. Вот так. И сейчас он пойдет и ее починит. Так. Давай быстрее. Отлично. У нас есть свет. Ура. Так. Посмотрим бумажечки. Пока подожду, чтобы вы тоже посмотрели. Так. Ну все. Вот. Посмотрим. Может быть что-то есть в ящиках? Ничего нет. Ну ладно. Еще бумажечка. Посмотрите. Ну вот. Отлично. Вот как раз вот эта штуковина. Так. Страха бойца отряда. Ладно. Сейчас разберемся. Все. Вот. Теперь он будет поспокойнее. Так. Читаем. Вот. Это код, который нам нужен для двери. 1138. Запомните, пожалуйста. Так. Двери с кодом доступа. Войти в такие двери можно только если у вас есть пароль. У нас он есть. Мы его нашли на компьютере. Тогда входим. Коробочка. Эту коробочку мы починим сами. Так. Это место сохранения. Итак. Сохранение игры. Прочту. Это. Магнитофоны позволяют вам сохранить свой прогресс. Чтобы сохранить игру, подойдите к магнитофону, чтобы появилась иконка руки. И затем нажмите кнопку Е. И вы перейдете в меню сохранения игры. Окей. Сейчас все сделаем. Так. Есть. Сохранились. Но я думаю на этом можно закончить первую часть прохождения. Скоро, думаю, выйдет следующая серия. А пока всем удачи.